Если делать объекты с подходом к комплексным, мы заходим на дорогу и благоустраиваем весь двор. Для чего? Что вообще этот двор дороги свинорой больше не устраивает. Не создавать проблем ни пешеходам, ни водителям. Вышли, сделали, ушли и больше 10 лет не возвращали. Очень хочется, чтобы именно так это было. Новокуйбышевский управдом Фаимал Орюхина с министром транспорта Самарской области нашла общий язык. За это лето она и ее помощники проинспектировали не один отремонтированный двор и километры дорог в городе. Пока новокуйбышевцы работой строителей довольны. Сколько завозится, какого материала, как это все выполняется. И как только видим, что где-то нарушение, что-то пошло не так, безусловно, бьют тревогу и все это исправляется. Я думаю, в конечном счете мы получим то, что надо. Новокуйбышевск – сателит Самары. Город небольшой, всего 100 тысяч населения, попал в шестерку Самарско-Тольятинской агломерации, участвующих в федеральных программах. Дворы приводят в порядок по проекту формирования комфортной городской среды, а проезды и улицы – по безопасным и качественным дорогам. На ремонт шести километров город получил более 93 миллионов рублей. Качество работ проверяет комиссия, представители администрации, ГИБДД, областного правительства и общественники. 12 участков уже готовы к эксплуатации. Впечатления хорошие. Единственное, то, что я высказывал, какие замечания по этим объектам, не обустройство. Дорога, асфальтобетонное покрытие, бортовой камень уложено качественно, асфальт уложен качественно. Есть ряд замечаний с сопряжением сопредельной территории. Когда дорога построена качественно, но общее обустройство до конца не выполнено, создается впечатление, что недоработано. Общий вид дороги, общий вид окружающего пространства цепляет эти недостатки. Заметил инспектор от Самарского правительства и повсеместно незаделанные керны. Это отверстие в дороге, пробы асфальтобетона, которые проверяют в лаборатории на качество выполненных работ. Если керны вовремя не заделать, дорога начнет разрушаться. Недочет обещали устранить в ближайшее время. Также исправят ошибки строительства тротуаров и дорог во дворах. В некоторых из них колясочникам передвигаться будет сложно. Замечания, которые были сегодня определены министром, все будут зафиксированы. Значит, в ближайшее время все эти работы будут исполнены в рамках как недоделки со стороны подрядных организаций. У жителей Самарской области еще есть время поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. Подать заявку на благоустройство и создать проект можно до 2021 года. Продолжится и ремонт дорог. Только в Новокуйбышевске в этом году по муниципальному контракту на эти работы потратят почти 20 миллионов рублей. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.